Чтобы оставаться здоровым, хотел сказать один случай. Спасибо огромному этому человеку, что он поделил своей вот этой историей болезни. Он не намного старше нашего, может быть, 75-го, 77-го года рождения. Работал на вредном производстве вахтовом медленном. И там начальник, кстати. И вот он сдавал кровь. К нему пришли давать, у него кабинет. Говорит, тебе тоже надо сдать кровь. Он говорит, да ладно, давайте. Взяли, через день приходят, через два, через два кажется. Снова говорит, что-то давай снова заберем. Все, через неделю приходят уже несколько человек, уже более серьезные врачи. Говорят, давай кровь, давай давление иметь, что-то еще. Все, говорит, езжай на свою большую землю для того, чтобы искать свою болезнь. У тебя что-то лихорадит. Он приезжает, ищет эту болезнь. Ну, в региональной больнице. Говорят, желудок у тебя отсюда еще. И при этом он немножко прихрамывает. Он сам замечал это? Нет, точнее, он не замечал, ему сказали, ты прихрамываешь. Ну, блин, не выспался, но уже 75-го года рождения, почти 50 лет. Вот, всякое может быть, и начальник же в кабинете засиделся. А в итоге оказалось, ничего не мог найти, потом поехал в большой город, начал там искать. Что же такое? Желудок как бы лечит, но он, как бы, сказали, желудок полечил, не меняется. Ну, так же и прихрамывает. И попал он то ли на МРТ, то ли томографию. И мы такие, опа, а что это у тебя там на косточке, в тазобедренном суставе такая штучка. Иди-ка к онкологу, или как он там называется. Он пошел к онкологу, взяли анализы. И оказался рак кости, тазобедренного сустава, ну, или таза, что-то такое там. Вот. Успел. Стадия была 3 химиотерапии. Сейчас он на паузе, получается, этот рак не развивается, но и не побит. Его побить очень тяжело. Ждет, когда будет трансплантация. Ну, не трансплантация, а как-то обрезать будут, короче, кость, и искусственные суставы будут вставлять. А сейчас, в связи с событиями, вы сами знаете, какими, вот этих суставов на всех, ну, капитально не хватает. Когда это все было, очереди еще не было, можно было, ну, как, доступно было ему, как большому начальнику, это сделать. Теперь даже ему недоступно, потому что есть большая очередь из тех, у кого такие же проблемы, но только не от болезни, а от другой истории. И после этого я понял, что я тоже в зоне риска, мы все в зоне риска, тем более, находясь, живя в республике Башкортостан. Это химический флагман Российской Федерации. У нас тут много было и ядерных подземных взрывов в городе Салават-Шимбай. Вот, я вижу в Милюзе по кругу Салават-Шимбай. Здесь у нас подземные были взрывы Казанковка. Ну, вот здесь вот для нефти искали что-то. Потом здесь Кончура, это газ. Потом там это Казахстан. Остается Восток. А на Востоке что? Ну, что ты, Артем, тут страхи научишь? А на Востоке Челябинск. Челябинск 57 или как там его? А еще на Севере, Востоке, еще есть такие заводики, которые делают такие вещи, о которых тоже нельзя говорить. И вот это все вместе... А, еще и поезд здесь ходил. Специально. Все вместе, это тоже рискованно. Поэтому у меня часы, которые имеют радиацию. И поэтому я прохожу ежегодный анализ, даю кровь. И хотя бы по косвенным признакам понять, поймать эту болезнь чуть раньше, чем вот этот человек, который со мной об этом поделился случайно. Или намеренно. Пожелав мне здоровья таким образом. Поэтому я делюсь этим с вами, чтобы вы тоже были здоровы. Занимайтесь собой чаще, чем с машиной. Думайте о своем здоровье чаще, чем о здоровье машины. Тратите деньги на свое здоровье больше, чем вы тратите на техническое обслуживание своей машины. И я думаю, вы проживете больше, чем ваша машина. Даже, может быть, кратно больше. Всем хорошего вечера.